всем привет вы на канале phuket my second home меня зовут алиса сегодня понедельник это значит что настало время пробовать тайские вкусняшки как обычно наш выпуск начинает какой-нибудь необычный тайский фрукт и сегодня это рамбутан рамбутан это очень необычный фрукт он весь такой немножко волосатый в таиланде точно так же как и у нас дома для некоторых фруктов сезон в разные месяцы и сейчас у нас заканчивается апрель начинается май и в магазинах на полках начинает появляться этот замечательный фрукт ну что давайте я покажу вам как он выглядит внутри и как его обычно едят лично я обычно просто разрезаю его вот так вот он выглядит как не знаю яичко может быть честно сказать я его не ела около трех месяцев до где-то так потому что его не было в магазинах если будут он был очень дорогой но давайте я вспомню какой на вкус я его так давно не ела он такой вкусный он очень сладкий он очень вкусный с небольшой кислинкой но что же он напоминает нашим не уверена вообще что он напоминает нашим может быть это какая-то какое-то сочетание сливы вместе с клубникой я не знаю чем-то очень сладким и вкусным это просто нужно попробовать здесь и он вообще не похож ни на что нашим с учетом того что я не ела его около трех месяцев мне сейчас он кажется просто божественный он сладкий он сочный он просто обалденный и я думаю что в ближайший месяц я его буду покупать много кстати сейчас в магазине он стоит за килограмм 76 бат и когда будет сезон он будет стоить примерно 30 бат за кило ну что сегодня мне очень повезло с фрукты в неделе давайте посмотрим как пойдет дальше потому что следующее я купила конфетки которые никогда еще не пробовала они выглядят вот так я думаю что это название компании но единственное что меня смутило когда я покупаю эти конфеты это почему эта девочка такая грустная а в составе написано что там мармелад сахар соль то есть у меня должно быть ну довольно лицо однако эти конфетки я еще не пробовала поэтому все может быть что мое лицо станет вот таким вот давайте узнаем блин я как-то долго думаю да перед этим ну да ладно погнали блин а это нельзя желать блин 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 вообще это просто ужас какой-то это я не знаю я даже не смогла проживать но здесь ведь составе написано мармелад 90 процентов соли сахар на самом деле только что я поняла почему у этой девочки такое лицо мне кажется мне точно такое же было лицо так и что закинул в рот камень камень который полили каким-то желатином либо возможно моим мармеладом окей пусть он там будет и это нельзя жевать и и и это просто ужасный вкус и и я вообще не знаю кто это ест я думаю посоветовать может быть вы сможете купить это на подарок потому что ну необычная упаковка прикольно на нет лучше не стоит знаете на следующую вкусняшку у меня нет никаких ожиданий потому что я это уже пробовала и хочу вам это показать это очень очень классные орешки в васаби на самом деле если вы только приехали и вы хотите подшутить на своим другом вы можете купить ему такие орешки и дать к пиву и ну я не знаю возможно ему это будет очень остро давайте я их не ела тоже около двух месяцев не знаю когда-то я их ела очень много потом ну знаете как бывает хочешь что-то кушать не хочешь вот и давайте посмотрим как это сейчас класс я могу так съесть упаковку мне кажется что это очень вкусно но очень классно будет вечером если взять какую-нибудь бутылочку чего-нибудь пива например и вместе с этими орешками васаби и это будет очень вкусно так ну что с едой мы на сегодня закончили и осталось все это чем-нибудь забить сегодня мой выбор упал на вот такой вот замечательный напиток здесь его пьют большинство местных тайцев потому что это местный энергетик называется он м-150 или эмрой хасиб как говорят тайцы на самом деле почему-то у нас дома приятно что если ты пьешь энергетик то это какая-то ну хотя бы 0,5 банка и ты ее выпиваешь и на самом деле не факт что тебе это чем-то поможет но если вы выпьете вот такую вот маленькую бутылочку по любому часа на два у вас будет очень много энергии потому что вам вообще не будет хотеться спать какая-то штука на вкус ну давайте я попробую еще вам скажу очень часто я слышу то что м-150 сравнивают с сиропом от кашля допустим да потому что некоторым людям этот вкус кажется похож но нет лично мне кажется что это просто вкус химии да это что-то такое сладенькое ванильное то что я точно знаю это если я выпью примерно вот до полстакана этого напитка то у меня будут очень много сил на ближайшие два часа я смонтирую для вас это новое видео и вы будете смотреть его на моем канале who get my second home друзья если вам понравилось это видео не забывайте подписываться на мой канал и обязательно поставьте лайк и что еще что еще увидимся в следующих видео на следующей неделе пока пока это драконий фрукт знаете когда я увидела его в первый раз я подумала боже мой он должно быть такой вкусный раз он такой красивый и у него просто обладенное название но с тех самых пор я его так и не покупала ну вон я не знаю а а ну я пиноп я не знаю и я не знаю .